Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с основными событиями, которые произошли к этому часу. Исполняющий обязанности главы города Иван Носков провел прием граждан. С какими вопросами обратились жители? Вывоз мусора на контроле. С 1 ноября к работе по обращению с твердыми коммунальными отходами приступил новый региональный оператор. Как будет организована работа? Блогеры будут сообщать о себе Роскомнадзору. Банки не будут брать комиссию за переводы через систему быстрых платежей. А ряд товаров нельзя будет купить без маркировки. В ноябре в России вступают в силу новые законы. Передать любовь и тепло через фотоснимки. В Самарском доме журналиста открылась фотовыставка «Семейный альбом». Новый дом для всех творческих жителей региона. В Самаре открылась галерея народных ремесел. Продолжает формироваться команда правительства Самарской области. Многие руководители уже начали работу на своих местах. В ближайшей перспективе будут новые назначения. В ноябре завершится формирование управленческой команды. Об этом заявил губернатор Вячеслав Федорищев. Сейчас ведется активная работа по реализации программы социально-экономического развития региона. Подготовлен проект бюджета на 2025 год, где учли большинство предложений жителей. Увеличивается финансирование целого ряда отраслей и направлений, в том числе массового спорта. Бюджетные средства перераспределят с профессиональных спортивных клубов в пользу массовых занятий. В течение ближайшего года клубы получат партнеров из частного бизнеса. В ближайшие два месяца губернатор пообещал провести комплексные проверки того, как профессиональные спортивные клубы расходуют бюджетные средства. Дальнейшие кадровые решения будут приниматься, исходя из итогового результата, отметил Вячеслав Федорищев. Ремонт образовательных учреждений, тротуаров, вопросы жилищно-коммунального хозяйства и имущественных отношений. Эти темы исполняющий обязанности главы Самары Иван Носков обсудил во время личного приема граждан с жителями города, которые оставляли обращение в приемную, а также в социальных сетях городской администрации. О том, какие решения были приняты, расскажем в нашем сюжете. Несколько социальных учреждений, путь к остановкам общественного транспорта и многоквартирные жилые дома. Тротуар по улице Дальневосточной, что в Кировском районе города, часто используется местными жителями. И они обратились к исполняющему обязанности главы Самары Ивану Носкову с вопросом проведения ремонта пешеходной зоны. Самарцы говорят, что тротуар находится не в самом хорошем состоянии. Необходимо заменить почти 2000 квадратных метров асфальта. Во время личного приема Иван Носков отметил, что в этом году погода уже не позволит выполнить качественные работы. Поэтому участок поставят в план на ближайшую весну. Давайте так, с учетом того, что там не сегодня-завтра снег пройдет, там все-таки не два квадратных метра. На весну поставим в план. Себе зафиксируем, что этот тротуар надо будет делать. А вы проконтролируйте. Еще одно обращение поступило от родителей учеников 2-го корпуса школы номер 156, что находится на 18-м километре Московского шоссе. Они заявляют, что здание 1962 года постройки не соответствует современным требованиям. Необходим его ремонт. А возле учреждения есть и неухоженная контейнерная площадка, мусор от которой часто попадает и на территорию школы. Как пояснила руководитель департамента образования Ирина Каковина, в учреждении постепенно проводят ремонтные работы. Исполняющий обязанности главы города ответил, что приедет посмотреть состояние здания, и уже на месте будет принято решение о необходимых ремонтных работах. Чтобы это были не слова, мы с вами туда выйдем на месте, посмотрим, что-то своими глазами, и на эту тему отдельно там побеседуем. И с директором, что было сделано, что планируется сделано. А вот по поводу мусора, особенно 1 сентября, это прямо очень хорошее замечание. Это точно надо делать. Контейнерную площадку мы в ближайшее время отремонтируем. Также на личном приеме исполняющего обязанности главы города рассматривали обращения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также вопросы имущественных отношений и взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. С 1 ноября в Самарской области начал работу новый региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. Это государственное акционерное общество «Экология». Контроль за его деятельностью будет осуществляться со стороны правительства. Таким образом, планируется улучшить качество оказания услуг для жителей и оперативно решать возникающие вопросы. Об этом рассказал на брифинге глава регионального правительства Михаил Смирнов. Он отметил, что главная задача, которая сейчас стоит перед рекоператором – вывести мусор с проблемных точек, площадок, на которые жалуются жители, и наладить регулярную работу. Жители могут сообщать о проблемах по телефону горячей линии организации и присылать фотографии тех площадок, которые требуют внимания. Также будет исключен формальный подход. Перевозчики, заключившие контракт с оператором, будут убирать мусор не только из баков, но и вокруг них. Кроме того, будет проведет анализ причин, почему контейнерные площадки захламляются другим мусором, в том числе строительным. После чего примут меры к исправлению ситуации. А совместно с муниципалитетами рекоператор проведет ремонты до оснащения действующих контейнерных площадок и обустройства новых в зависимости от потребностей жителей. После перехода тариф останется прежним, а жителям не придется заключать никаких новых соглашений. Вся необходимая информация будет на первой квитанции, которая придет в начале декабря. Жителям не нужно предпринимать никаких действий специальных. Им не нужно идти куда-то, заключать договоры, собирать какие-то комплекты документов или еще какие-то действия предпринимать. Нет. Вся эта ситуация сделана максимально бесшовно, с тем, чтобы жители как получали квитанцию в свой почтовый ящик, так и получить ее уже от нового регионального оператора. По юридическим лицам там немножко сложнее, потому что все-таки у юридических лиц есть особенности заключения договоров и налоговой отчетности. Да, действительно сейчас ведется работа по заключению или по перезаключению соответствующих договоров, по передаче прав по ранее заключенным договорам. О проведении новой мусорной реформы еще в августе объявил глава региона Вячеслав Федорищев. Ранее на оператора «Экостроя ресурс» поступали жалобы от жителей. Были и нарекания со стороны надзорных органов. Тему продолжит Ксения Баканова. Конец мусорным свалкам. В Самарской области сменился региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами. С 1 ноября к этим обязанностям приступила компания «Экология». Одним из важных направлений увеличение качества оказания жителям региона услуги – это, конечно, оперативное реагирование на те обращения, которые поступают по экстренному вывозу стихийно скопившегося объема отходов. Ежедневно в регионе будет задействовано более 400 машин, несколько видов мусоровозов и ломовозы для крупногабаритных отходов. Часть перевозчиков Самарской области уже заключила новый контракт. Продолжается пополнение парка техники. «Нами завезено более 20 единиц спецтехники. Штат будет насчитывать более 100 человек. Опыт работы такой есть, он успешен. Поэтому мы готовы к максимальной классификации труда». Перевозчик будет обслуживать Волжские и Красноярские районы Самарской области, в Самаре – Кировский, Красноглинский, Куйбышевский и часть промышленного. «Смотреть на этот бардак реально – это очень неприятно. Мы убедительно просим, чтобы наконец у нас в районе, в нашем городе целиком уже как-то порядок начал образовываться». Напомним, в августе о проведении мусорной реформы объявил глава региона Вячеслав Федорищев. Новому регоператору, который уже приступил к работе, предстоит навести порядок в сфере обращения с ТКО. Ксения Баканова, Григорий Плешаков. События. Справку для подтверждения статуса участника СВО теперь можно оформить в МФЦ или на госуслугах. Такая возможность появилась с 1 ноября. Помимо самого военнослужащего, оформить и получить справку и все полагающиеся меры социальной поддержки смогут и члены его семьи. До этого участники спецопераций для подтверждения статуса были вынуждены оформлять документы в нескольких организациях в бумажном виде и лично подавать комплект документов. Также с 1 ноября определен единый образец документа, подтверждающего статус участника спецоперации. Напомним, в Самарской области единовременная выплата за заключение контракта составляет 2 миллиона рублей. За год можно заработать 4,5 миллиона. Также увеличена до 100 тысяч рублей сумма выплат за содействие в проведении агитации и помощь в прибытии кандидата в военный комиссариат или пункт отбора для заключения воинского контракта. Блогеры будут сообщать о себе Роскомнадзору. Банки не будут брать комиссию за переводы через систему быстрых платежей. А ряд товаров нельзя будет купить без маркировки. С ноября в России вступают в силу новые законы. С ними нас познакомит Светлана Кудрявцева. Государство усиливает контроль за блогерами и продолжает борьбу с анонимностью в интернете. Авторы каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков теперь обязаны регистрироваться в реестре Роскомнадзора. Закон вступил в силу с ноября этого года. Если они этого не сделают, то такие блогеры не могут, во-первых, размещать у себя регламу, во-вторых, они не могут принимать донаты. А с 1 января всех блогеров, которые не зарегистрировались, социальная сеть обязана будет заблокировать. Поэтому через госуслуги, через сайт Роскомнадзора нужно будет подать соответствующие сведения в реестр. Ну, там указываются, понятно, фамилия, имя, отчество, различные паспортные данные. Блогер должен будет получить специальную ссылочку и эту ссылочку разместить у себя на странице, чтобы любой желающий мог убедиться в том, что он соблюдает законодательство Российской Федерации. С 1 ноября банки больше не смогут брать комиссию за ряд платежей, проведенных через СБП в адрес государства. Мы знаем все, что много переводов у нас в адрес, например, школ, садиков, каких-то госучреждений. Вот с 1 ноября, если такой перевод делается через систему быстрых платежей, то банки не могут брать комиссию. Последний осенний месяц этого года принес изменения и в сферу торговли. В СБП вводится запрет на продажу некоторых товаров без маркировки «честный знак». Ряд товаров подпадают под этот запрет. Это у нас и обувь, и фотоаппараты, и духи, пиво и пивные напитки в отдельной потребительской упаковке и многие другие. Кроме того, если при продаже на кассе будет установлено, что маркировка отсутствует, то такой товар магазину нельзя будет продавать. С точки зрения законодателя предполагается, что маркировка «честный знак» означает, что данный товар легально произведен в Российской Федерации, как бы он имеет все необходимые сертификаты и так далее по закону. Целый ряд новых правил затрагивает пожарную безопасность, в частности, определение эвакуационных выходов в зданиях. Те здания, помещения, которые будут строиться после 1 ноября 2024 года, теперь должны отвечать новым правилам. Так, например, если количество посетителей здания предполагается от 501 до 1000 человека, теперь должно быть 3 эвакуационных выхода. Если более 1000 человека, то 4 эвакуационных выхода. Отдельные технические правила разработали для выходов с турникетами в новых зданиях. Уже построенные помещения продолжат функционировать в прежнем режиме. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События. В Самаре возбудили уголовное дело. По факту мошенничества в полицию обратилась 22-летний менеджер торговой компании, которая пыталась найти подработку в интернете и попалась на уловку злоумышленника. Неизвестный предложил девушке выгодно инвестировать, а на возражение, что у нее нет больших средств, рекомендовал обратиться в банк. Мошенник порекомендовал ей взять кредит в банке, сообщив, что проценты от инвестиций во много раз перекроют проценты по оплате кредита, перевести деньги в иностранную валюту и вложить в проект. Поддавшись на уговоры афериста, потерпевшая взяла кредит около 4 миллионов рублей, купила валюту и перевела все деньги на указанный мошенникам счет. После чего стала ждать обещанные проценты. Но средства так и не поступили, а звонивший перестал выходить на связь. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело. Далее коротко о других темах дня. Госдума приняла в первом чтении законопроект о пожизненном сроке за мятеж. Поправки внесут в Уголовный кодекс. Сейчас за вооруженный мятеж, согласно Уголовному кодексу, наказывают лишением свободы на срок от 12 до 20 лет. Правительство предложило дифференцировать длительность заключения в зависимости от степени вовлеченности в преступление и тяжести последствий мятежа. Для организаторов и простых участников мятежа предусмотрена разная ответственность. Но в случае гибели людей или иных тяжких последствий и те, и другие могут получить вплоть до пожизненного лишения свободы. В Госдуме предложили использовать мат-капитал на образование родителей. На сегодняшний день существует только пять направлений, на которые можно расходовать средства. Улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для родителей, приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, получение ежемесячной выплаты в связи с рождением, усыновлением ребенка до достижением возраста трех лет. Задачей государства развивать общество именно поэтому мы должны дать молодым родителям возможность направлять средства мат-капитала на собственное образование, считают в Думе. При разработке проекта учитывали статистику, которая демонстрирует, что люди, имеющие степень магистра, получают зарплату на 20% выше, чем бакалавры. Стоимость новых легковых автомобилей в октябре выросла в среднем на 2-5%. Рост цен обусловлен индексацией утильсбора и высокой ключевой ставкой. По мнению экспертов, автопроизводители закладывают в ценник повышение ставок без резких шагов, чтобы выдержать конкуренцию на фоне охлаждения спроса. Специалисты также прогнозируют подорожание машин еще на 10% до конца года. Территории, состояние которых находится на особом контроле, самарские депутаты проверили состояние бульвара по улице Чернореченской, парков Молодежной и Воронежские озера в рамках завершения муниципальной программы «Комфортная городская среда». Выездное мероприятие провели представители Комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунального хозяйства и экологии, Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара. Вместе с ними на проверку отправилась и Полина Чулякова. Бульвар по улице Чернореченской, а также партии Молодежной и Воронежские озера благоустраивали в соответствии с муниципальной программой «Комфортная городская среда». Контроль за состоянием общественных пространств провели представители Комитета по развитию городской инфраструктуры, жилищно-коммунальному хозяйству и экологии, Общественного совета и Общественного молодежного парламента при Думе городского округа Самара. Ни одна уже территория, общественное пространство в городе просто преобразило и микрорайон, и район, и исторически возродились места, и появились новые бульвары, поэтому работу это, конечно, нужно продолжать. На объектах особое внимание уделили их готовности к приближающемуся зимнему сезону. Замечания и пожелания озвучили представителям профильных городских департаментов и главам районов. На мой взгляд, этот бульвар будет хорошим местом отдыха наших граждан. Парк действительно стал хороший, современный, красивый, и я думаю, сюда с удовольствием будут все приходить, заниматься спортом, отдыхать, приходить с детьми, опять же, с внуками, и это самое главное. Напомним, что в парках завершили третий этап благоустройства. Эти территории и бульвар по Чернореченской стали победителями рейтингового голосования. Полина Чулякова, Игорь Казановский, События. Ощутить тепло и уют домашнего очага через фотографии. В Самаре открылась фото-выставка «Семейный альбом». В экспозиции 43 работы членов Самарского фотообъединения «Союза журналистов» на открытии выставки побывала Елизавета Прокопенкова. Телефон чуть-чуть вот так направляю, у меня все вот как в сказке, по углам, по щелям разбежались. Марина Кейлина – фотограф и мама троих детей. Считает, что ее участие в выставке «Семейный альбом» – настоящее чудо. Поскольку запечатлеть детей на фото непросто. Они убегают, как только завидят ее на горизонте с фотоаппаратом. У них силу возраста, какие-то свои видения, предпочтения, какие-то взаимоотношения. И в виде этого я уже подхожу, спрашиваю, советуюсь. Ну, конечно, чтобы поддерживать отношения с детьми. Хотя я еще и не имею по возрасту распоряжаться этими снимками. Но я так подхожу, спрашиваю, можно, ну, пожалуйста, ну, можно. Они такие, ну, это ладно, вот это вот мне. Выставка «Семейный альбом» открылась в Самарском доме журналиста. 43 работы представили члены фотообъединения. 15 авторов постарались раскрыть в своих снимках тему любви и семейных ценностей. В каждой семье есть семейный альбом. И мы хотели показать, что в семейном альбоме есть разные фотографии. И маленьких, и больших, и взрослых. И каких-то моментов, которые, может быть, не так красиво получаются. Но они очень дороги для каждого члена семьи. Увидеть снимки может любой желающий до конца ноября. Вход свободный. Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Новый дом для всех творческих жителей региона. В Самаре открылась галерея народных ремесел. Первая выставка, которую могут увидеть жители, называется «Самарская купчиха на небесной козочке». Это глиняные игрушки, которые изготовила Лора Городецкая. Автор продолжает традиции создания глиняной игрушки Сызранского, Похвестневского, Кинея-Черкасского района в Самарской губернии. Подробности в нашем сюжете. Любовь не знает законов. Таков посыл вот этой глиняной игрушки. Кот с мышкой, сидящей у него на спине. Все возможно в жизни. Лейтмотив выставки работ самарского мастера по лепке из глины Лоры Городецкой. Лора Константиновна более 50 лет создает глиняные игрушки, вдохновленные символами, легендами, образами Старой Самары. Автор в силу возраста на открытии присутствовать не смогла, но отобрала 80 работ. Лора Городецкая является основоположником этого ремесла в Самаре. Ее дело продолжает жить не только в собственных работах, но и в творениях многочисленных учеников. В том числе и в творчестве Елены Беляевой, которая сейчас учит лепки из глины слабослышащих детей в школе-интернате. Очень полезно этим заниматься. Развивается моторика, ну и речи их тоже. Сама глина в себе природный же материал. Ну, приятные ощущения. Как бы даже вот бывает плохое настроение, когда нервничаешь. Нельзя прикасаться к глине, потому что все плохое уйдет туда. Надо с удовольствием работать. И чтобы потом, когда ты слепишь работу, она тебе самой бы понравилась. Это первая выставка галереи ремесел, нового выставочного пространства, открытого на средства президентского фонда культурных инициатив. Здесь мастера декоративно-прикладного творчества, народно-художественных промыслов и ремесел Самарской области смогут демонстрировать свои работы. И наконец-то у нас в городе появилось столице региона, появилось то пространство, которое объединяет мастеров, ремесликов всего региона. То есть на этой площадке можно будет увидеть совершенно уникальные работы, встретиться с уникальными людьми. И один из таких людей, конечно же, Лора Константиновна Городецкая, человек совершенно, не знаю, творческий, яркий, талантливый. Человек, который в своем элегантном возрасте продолжает творить и творить свой уникальный мир. Я представляю, что вот это пространство сегодняшнее, оно будет меняться, картинка меняться будет. Все ремесла так или иначе будут представлены Самарской публике, ну и за пределы Самары эта выставка, конечно, выйдет. Проект сотрудничает с самарскими авторами, которые сочинили истории о некоторых экспонатах, что дает возможность посетителям иначе взглянуть на объекты выставки, погрузиться в культурный контекст Самарской губернии. В ближайшее время самарцы смогут увидеть также выставку филей на гиперной вышивке и традиционного народного костюма. Виктория Шарая, Валерий Майоров, События. Кадровые изменения в футбольных крыльях Советов, победа хоккейной «Лады» в непростом матче в Омске и Кубок дружбы по карате. Обо всем подробнее в нашей спортивной рубрике. Кадровые изменения в Самарском футбольном клубе «Крылья Советов». Спортивный директор Сергей Корнеленко покидает команду по обоюдному соглашению сторон. Клуб в своих соцсетях благодарит Сергея Александровича за самоотдачу, профессионализм и весомый вклад в результаты клуба. Напомним, он занимал эту должность с августом 2020 года. И в этом качестве даже однажды вышел на поле, проведя свой заключительный матч в карьере игрока. Всего закрыли. Корнеленко отыграл более 200 встреч, в которых забил 58 голов. Это второй результат в российской истории клуба. Хоккеисты «Лады» в рамках регулярного чемпионата КХЛ провели выездной матч в Омске против местного авангарда. Тольяттинцы открыли счет за секунду до конца первого периода. Шайба отметился Никита Попугаев. В начале второго периода хозяева восстановили равенство в счете, но ненадолго. Данила Моисеев еще до следующего перерыва вывел «Ладу» вперед. А точку в матче поставил Трой Джозефс, который забил в пустые ворота. 3-1 победа «Лады». В Тольятти стартовали 12-е всероссийские соревнования по карате «Кубок дружбы». За медали будут сражаться около полутора тысячи участников из 40 регионов России. В программе соревнований – ката и поединки в весовых категориях. Участниками соревнований станут мальчики и девочки 8-9, 10-11 и 12-13 лет. Юноши и девушки 14-15, 16-17 лет. Мужчины и женщины от 18 лет и старше. В том числе серебряный призер первенства мира по карате 24-го года Дарья Юшкова из Тольятти. В программе турнира – семинары, которые приведет серебряный призер Олимпийских игр в Токио, пятикратный чемпион мира Рафаэль Агаев. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. Благодаря системе инцидент-менеджмент МЦУ Самары оперативно реагирует на запросы и сообщения жителей в социальных сетях. Например, в доме номер 321 по улице Новосадовой возникла аварийная ситуация на сетях холодного водоснабжения. Специалисты ресурсоснабжающей организации не смогли подключиться к вопросу сразу, так как утечка произошла на линии, находящейся под ведомством образовательного учреждения. 28 октября жители написали об этом в соцсетях. МЦУ Самары направило сообщение в работу администрации промышленного района. После этого причина утечки была обнаружена. Определена подрядная организация для устранения аварии. Ремонтные работы завершены, водоснабжение в доме восстановлено. За октябрь на платформе «Инцидент-менеджмент» было зафиксировано более 5000 сообщений от горожан. Из них отработано порядка 4800, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Продолжается прием документов на предоставление путевок по программе «Мать и дитя детям» инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре, пишет телеграм-канал городского департамента опеки, попечительства и социальной поддержки. Право на получение путевки имеют дети-инвалиды в возрасте от 4 до 17 лет включительно. С октября этого года внесены изменения. Дети-инвалиды участников СВО обеспечиваются путевками в первоочередном порядке. Подробную консультацию можно получить по телефону 33207-64. Народов много, страна одна. Под таким лозунгом 1 ноября стартовала всероссийская акция «Большой этнографический диктант». Это просветительский проект, который знакомит с культурой народов, проживающих в России, а также позволяет оценить общий уровень этнокультурной грамотности. Акция проходит не только в реальном режиме, но и в онлайн-формате. Ссылку публикует телеграм-канал Ленинского района. На этом наш выпуск подошел к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС, в нашем телеграм-канале, на страничках в Одноклассниках и ВКонтакте. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok